что США и Россию разделяют несколько тысяч километров. На самом деле мы намного ближе друг другу, чем может показаться. Посреди Берингово пролива находятся острова Диамида, остров Ратманово российский. Его собрат, остров Крузенштерна, принадлежит американцам. Расстояние между ними всего около 4 километров. Сегодня вы узнаете, почему на их преодоление понадобятся целые сутки? Что такое ледяной занавес и как живут местные в условиях меняющегося климата? Эскимосы начали заселять острова Диамида более трех тысяч лет назад. Честь открытия этих мест для жителей Старого Света принадлежит прославленному русскому путешественнику Семену Дежнёву. В 1648 году он обнаружил пролив между Азией и Америкой, впоследствии названный в честь Беринга. Кроме того, Дежнёв отчитался о расположенных там двух островах. Один из них в 1728 году нашла экспедиция Витуса Беринга. На карты оба нанесли немногим позже – в 1732 году. Современные русские названия они получили уже в начале 19 столетия благодаря лейтенанту флота Российской империи Отто Коцебу. В 1867 году Александр II продал Аляску американцам, так как на тот момент у нас считали, что толку от этих земель мало, а денег на их содержание тратится много. Да и в целом лишнее золотишко не помешает. От сделки США наши получили сущие копейки – 7,2 миллиона долларов. Для сравнения, одно единственное трёхэтажное здание в центре Нью-Йорка, построенное в 1872 году, известное как Твидов суд, обошлось казначейству штата Нью-Йорк почти в два раза дороже, чем правительству США вся Аляска. При этом площадь Аляски чуть меньше территории Ливии, которая занимает 16 место среди самых больших стран по площади. После продажи Аляски между островами Диамида стала проходить государственная граница. Но поначалу эти изменения не сильно волновали местных. Жители района Берингово пролива всегда считали себя одним народом. Вплоть до 1948 года семьи, обитавшие на разных островах, без особых проблем катались друг другу в гости. После Второй мировой войны отношения между СССР и США испортились, из-за чего границу закрыли. Как часто бывает в подобных случаях, из-за политики сильно пострадали простые люди. На острове Ратманово обосновались военные, а гражданскому населению пришлось переехать в Сибирь. Естественно, их согласие на то никого из власть имущих не интересовало. В итоге границу прозвали ледяным занавесом. По аналогии с железным занавесом. Термином, ставшим популярным благодаря Черчиллю и ознаменовавшим собой начало холодной войны. Но шли годы, и так называемый ледяной занавес начал постепенно таять. 7 августа 1987 года американская пловчиха Линн Кокс, которой до этого удалось проплыть Ла-Манш, Магеллана в пролив и обогнуть мыс Надежды, преодолела расстояние от американского острова до острова, принадлежащего СССР. Температура воды на момент её заплыва составляла всего 6 градусов. Храбрую спортсменку сопровождали жители Аляски на каяках. Этот путь она покорила за два часа, с чем её поздравили президенты двух государств – Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. Нередко Линн Кокс называют символом окончания холодной войны. В 1989 году страны подписали соглашение о взаимных поездках жителей района Берингово пролива. Окончательно ледяной занавес рухнул только в 2015 году, когда США выполнили все формальности. По этому соглашению коренные народы Аляски могли посещать родственников на территории Чукотки и наоборот. Чтобы отправиться в поездку, нужно было получить приглашение от родственников из установленного района. Находиться в гостях разрешено было не более 90 дней. Как обстоят дела в 2021 году сказать сложно, так как об этом нет никаких упоминаний в СМИ. Как уже говорилось раньше, острова Диамида разделяют поистине смешное расстояние – каких-то 3750 метров. Но если вы хотите почувствовать себя путешественником во времени, то их преодоление – отличный способ это сделать. Дело в том, что острова разделены международной линией переменной даты и находятся в разных часовых поясах. Разница во времени составляет 21 час. Причём мы опережаем американцев. Поэтому остров Ратманово иногда называют островом завтра, а остров Крузенштерна – островом вчера. Этот любопытный факт стал широко известен зарубежным зрителям в марте 2021 года, когда тикток-блогер под ником Лаубандрю разместил видео, в котором объясняет, как можно быстро попасть из России в США пешком. Впрочем, тут он немного приврал – из-за изменения климата между островами не устанавливается крепкий лёд, как раньше. Также он рассказал про разницу во времени. Публикация стала вирусной и собрала миллионы просмотров, после чего об этом написали многие СМИ. Это было настоящим открытием для американцев. Необычная особенность островов дарит простор для фантазии. Например, можно справлять день рождения дважды в год. Или сначала отпраздновать наступление Нового года на острове Ратманово, а потом вернуться во времени и отметить ещё раз на острове Крузенштерна. Жаль только, что перемещаться между ними не так уж легко. Сейчас на острове Ратманово нет постоянного населения. Только военный. Первый отряд пограничников прибыл сюда в 1941 году. Шестикомнатный деревянный дом, склад и баню для них привезли на пароходе из Владивостока вместе с продуктами, одеждой и оружием. Жизнь в этих краях суровая. Зима длится 9 месяцев. Причём приходится терпеть не только очень низкие температуры, но и сильнейшие ветра. Кроме того, 300 дней в году остров окутывает густой туман. Из-за него вертолёты здесь редкие гости. Они прилетают лишь раз в 2-4 месяца, чтобы доставить еду и почту. В части служат только контрактники. Причём основные блага цивилизации у них имеются – телевизор, телефон и так далее. На острове Крузенштерна, или как его называют американцы, остров Малый Диамид, нет военных. Здесь находится лишь единственное поселение, которое называется также – Диамид. Когда видишь это поселение с высоты, то возникает ощущение, что это одно из самых уединённых мест на планете. В нём живёт скромных размеров община эскимосов, насчитывающая чуть больше ста человек. Сегодня на острове около 30 построек, в том числе жилые дома, построенные в основном в 1970-х и 1980-х годах. Но несмотря на скромный внешний вид, в поселении есть прачечная, медицинский кабинет, находящийся на верхнем этаже того же здания. Также есть школа, из класса которой открывается вид на российский остров. Есть библиотека, вертолётная площадка и спутниковая антенна для телевидения, телефона, факса и доступа в интернет. Запасы магазина на острове ограничиваются небольшим количеством еды, напитками, одеждой, огнестрельным оружием, боеприпасами и топливом. Всё, что нельзя купить в местном магазине, нужно заказывать почтой Санкориджи, которая в зимнее время прибывает не так уж часто. Как и во многих других поселениях коренных жителей Аляски, импорт и продажа алкоголя запрещены. Электричество обеспечивается дизель-генераторами, а вода для зимнего использования берётся из горного источника, затем обрабатывается и хранится в огромном резервуаре. Из-за вечной мерзлоты прокладка трубопровода под землёй затруднена, поэтому жители должны вручную переносить воду. Работа на острове в основном ограничена поселением – это почта, школа, медкабинет. Несмотря на высокие цены на продукты, эскимосы, уже привыкшие к покупной еде, не так сильно зависят от охоты и собирательства. Но всё же некоторые собирают яйца кайры – морской птицы, широко распространённой в северном полушарии. Охотятся на моржей и делают сувениры, которые пользуются популярностью на материковой Аляске. Средний годовой доход семи на острове составляет около 25 тысяч долларов, примерно 1 миллион 800 тысяч рублей, что не так уж много из-за высоких цен и зависимости островитян от привозимого продовольствия. Так, допустим, упаковка обычного стирального порошка стоит 45 долларов. В общем, жизнь на острове не только сложна, но и дорога. В последнее время проблемы с эскимосом добавляют изменения климата. С каждым годом становится теплее, из-за чего страдает традиционный уклад. Островитяне, особенно молодёжь, стали потихоньку задумываться о переселении. Но несмотря на это, путешественники отмечают, что местные кажутся более счастливыми людьми, чем многие жители больших городов. На этом всё.